Я хочу сразу сказать, что мы с некоторым сомнением относились к предложению провести ярмарку, провести Дни Дальнего Востока в Москве. Мы исходим из того, что, конечно, наша главная работа на территории Дальнего Востока. Тем не менее, Дальний Восток является частью Российской Федерации. Те процессы, прежде всего, связанные с развитием экономики, привлечением инвестиций, требуют того, чтобы о них знало как можно большее количество людей. Москва – это столица нашей Родины, это город, в котором проживают инвесторы, это город, в котором проживает более 12 миллионов человек. Сегодня на Дальнем Востоке создаются десятки тысяч новых рабочих мест, и мы очень надеемся заинтересовать и москвичей, и всех граждан России, и возможность работать на предприятиях Дальнего Востока, и возможность познакомиться с его природой и достопримечательностями. Что касается этого года, то мне кажется, что та выставка, на которой мы присутствуем сейчас, она лучше, чем в прошлом году. Немножко больше тех объектов, которые вызывают интерес у людей, как-то менее формально она организована, больше улыбок, в конце концов. А вот что касается улицы Дальнего Востока, Тверская мне нравилась больше, мы попробуем туда вернуться. Сейчас там реконструкция. По Арбату как-то мы немножко растянулись и немножечко потерялись на фоне красочных реклам. У меня впечатления положительные. Еще раз очень приятно увидеть своих земляков, потому что многие приехали. И самое главное – порадоваться за тех, кто достиг результатов. Потому что, когда первая выставка начиналась, я вспоминаю наше общение с ребятами, которые привезли мед, их задача была прорваться в сети. И им это удалось. И я уверен, что многие люди, которые себя каким-то образом ассоциировали и посещали эти выставки, вот мы сейчас посетили выставку РЧК, 300 участников в прошлом году прошли отбор для того, чтобы воспользоваться возможностью и поступить в Дальневосточный федеральный университет. Теперь у нас есть новые студенты с центральной части страны, не только наши дальневосточники. Это тоже очень важно. Спасибо. Если говорить о сегодняшнем дне, то 283 предприятия уже введены в эксплуатацию. Объем инвестиций по ним составил 788 миллиардов. Создано 43 тысячи рабочих мест. Какие я в этом вижу проблемы? Я уже сказал, что мы стартовали с экономики, и я и сейчас уверен в том, что для того, чтобы развивать территорию, прежде всего, необходимо экономическое развитие. Чуть позже мы приступили к поддержке развития социального. Есть программа социального развития центров экономического роста. Строится более 700 объектов в рамках нее. Мы прекрасно понимаем, что развитие такой огромной территории не происходит одновременно. Для того, чтобы люди действительно почувствовали изменения, надо, чтобы и предприятия были введены, и объекты построены. Ну и, в конце концов, реализована программа развития Дальнего Востока, которую мы тоже, вы знаете, вместе обсуждали. Наверное, для вступления более чем достаточно. Здравствуйте. ГТРК «Магадан», «Магаданская область», корреспондент Анастасия Киреева. Сейчас активно обсуждается на Дальнем Востоке ипотека под 2% для молодых семей без первоначального взноса. И молодежь на Дальнем Востоке реально интересуется этим и спрашивает, как ее можно получить. У меня вопрос такой, планируется ли ипотека, разрешить брать ипотеку на вторичном рынке, потому что не во всех населенных пунктах, например, на Клыме, идет активное строительство нового жилфонда. Спасибо. Планируется вторичное жилье на территории сельской местности. Там, где, к сожалению, новостроек очень мало, и нужно время какое-то определенное перед тем, как строитель поймет, что туда надо приходить и строить. Почему 2% она называется ипотека? Когда на Восточном экономическом форуме мы сделали предложение вместе с Юрием Петровичем Владимиру Владимировичу снизить процентную ставку, она сегодня в среднем по Дальнему Востоку, где-то порядка 13 банков работают, в среднем где-то составляет 9,1. И мы посчитали, сколько наши люди платят аренную плату. И примерно она получилась как раз вот эти 2%. Мы предложили такой продукт, который бы как раз людям позволял платить за свое жилье, а не за съемное. И президент нас поддержал. И молодая семья может воспользоваться. Наше агентство по развитию человеческого капитала, мы это согласовали, оно будет администрировать вместе с Думой РФ и помогать нашим землякам, дальневосточникам воспользоваться этим продуктом. Потому что здесь большая работа предстоит вместе с банками, для того, чтобы они сделали именно так, чтобы этим можно было воспользоваться. Строители. У нас порядка 400 застройщиков на Дальнем Востоке. Это вроде как большое количество, а обводят всего 2 миллиона квадратных метров жилья. Значит, надо вводить будет больше, потому что мы для себя провели такой небольшой мониторинг. В то время, в сентябре мы презентовали, в декабре, буквально на днях выданы были первые кредиты во Владивостоке. Уже больше 120 заявок находятся на рассмотрении. Пока только в двух банках. Мы ждем до конца декабря, что и остальные банки примут свои продукты. Мы сейчас с ними по этому поводу работаем. Но наша задача для того, чтобы те, кто хотят воспользоваться ей, могли воспользоваться. Прийти к строителям. Ну и, конечно, вместе с губернаторами, на площадке Юрия Петровича, обсуждали это в Якутии, собирались о том, что надо посмотреть, как поддержать строителей и не допустить рост стоимости квадратного метра в рамках именно злоупотребления, а не каких-то других вещей, от которых складывается стоимость рынка. Это раз. И очень важный вопрос. Нас поддержали о том, что это уже не категория молодая семья, это любой желающий может строить свой дом на дальневосточном гектаре. Вопрос Юрию Трудневу. Развитие, расширение железных дорог на Дальнем Востоке затягивается. Как в связи с этим будут развиваться порты, не приведет ли это к заморозке каких-то новых проектов? И есть ли какие-то планы на уровне правительства для того, чтобы разрешить эту ситуацию? Что касается дефицита провозных возможностей, то он будет компенсироваться, он возникает иногда, но он будет компенсироваться не только за счет строительства и реконструкции, но и за счет увеличения скорости движения поездов, улучшения маневрирования. Эта работа постоянно железной дорогой ведется. Спасибо. Многонациональной России завтра будет вручение литературной премии Арсеньева. Это очень хорошо, потому что для такой вот России, для дальневосточников это очень хорошая перспектива. И у меня вопрос, потому что вот премия Арсеньева вручается только для русскоязычных писателей, а национальная литература остается за бортом. Потому что, ну вот, говорили о многонациональной республике, тем более, что мы говорим об Арктике, а Арктика это сплошь и рада национальная литература. И вот, на вскидку я скажу, что в Литературном институте два года назад был создан по поручению президента Дом национальных литератур. Вы об этом знаете. Хотелось бы у нас на Дальнем Востоке был такой Дом национальных литератур или Фонд художественного перевода национальных литератур. Вы предлагаете снизить пенсионный возраст для дальневосточников? Ну, у нас есть кабинет правительства Российской Федерации. Вряд ли я могу, не посоветовавшись с коллегами, которые непосредственно занимаются вопросами, связанными с пенсионным обеспечением, сейчас дать ответ. Я вам могу только обещать, что я поговорю с ними. Принципиально, наверное, в этой мысли что-то есть. Насколько она реализуема, насколько она, скажем так, не разрушит законодательство, равенство условий живущих в России людей, я не знаю. Надо подумать. Это такое предложение новое. Что касается племии Арсентьева, мы ее проводим первый раз. Завтра мы будем вручать первые премии. Мы считаем, что это важно. Мы уверены в том, что те люди, которые пишут, которые создают образы, которые рассказывают людям, в конце концов, о Дальнем Востоке, заслуживают нашей поддержки. Мы должны быть им признательны. Давайте мы так сделаем. Мы проведем премию завтра. Посмотрим, насколько она нужна, как писатели к ней отнесутся. Я не знаю еще ответов на эти вопросы. Это пока только наш проект. И если премия будет развиваться, я считаю, ваши предложения о том, чтобы ввести туда блок, связанный с национальной литературой, вполне корректно. Добрый день. Залина Курбанова, информационное агентство «Камчатка». У меня такой вопрос. Премия Арсенева в первый раз, но конкурс «Звезда Дальнего Востока» уже в третий раз. Вот можно ли по тем проектам, которые представлены в рамках конкурса, судить о динамике развития ДФО? Что касается премии «Звезда Дальнего Востока», мы просто этой премии подчеркиваем одну, на мой взгляд, очень важную деталь. Простую и понятную. Дальний Восток развиваем совсем не только мы. Мы только помогаем, создаем условия, занимаемся законодательством, помогаем софинансировать те или другие проекты. Дальний Восток развивает все люди, которые на его территории живут. Тем людям, которые осуществляют наиболее эффективные проекты в области экономики, в социальной сфере, в журналистике, мы на этой премии просто хотим сказать спасибо, поблагодарить их. Вот, собственно, и все. Добрый день. Приветствует город «Свободный». Вопрос, наверное, больше с Александром Александровичем, который наш город прекрасно знает. Александр Александрович, мы очень много говорим о развитии Дальнего Востока, и наш город очень чувствует это, потому что огромные финансовые вливания. Но прорабатываются ли вопросы мотивации молодых специалистов для привлечения на наши территории? Мы испытываем очень сильный кадровый голод и были бы рады подкреплению. Спасибо. Свободный он ассоциируется со строительством завода, который сегодня строит «Газпром». Заявил о строительстве второго завода «Сибур». Но таких точек много и в Якутии, и в других наших дальневосточных регионах. У нас создан институт развития, он называется «Агентство по развитию человеческого капитала». Небольшой срез по результатам его работы. За это время, на сегодняшний день, они вместе с работодателями и с теми, кто хотел быть трудоустроен, трудоустроили порядка 19 тысяч человек совместно. И где-то порядка 4600 только в этом году. И они не стоят на месте, они понимают о том, что работу нужно налаживать онлайн. И создан был портал «Работа на Дальнем Востоке». Он здесь, в том числе на этой выставке, презентован. И на нем вы можете увидеть о том, что порядка 5000 вакансий сегодня на Дальнем Востоке существует. И 40 тысяч примерно разных людей заявили о своем желании трудоустроиться. Это, я считаю, правильная мера, потому что, когда я работал губернатором, мы пытались организовать самостоятельно такую работу с компанией «Роскосмос» и трудоустраивать людей там на стройках у подрядчиков, которые там работали, и столкнулись с тем, что сидела девушка, водили кадры в Хабаровске, которая ушла на больничный, и у нее 100 резюме лежали, и просто эти люди не были трудоустроены. Просто человеческий фактор. Здесь нужно уходить от этого. Это первое. Кроме этого, мы понимаем о том, что это стройки, которые сейчас возникают, но есть вопрос эксплуатации. Ведь после строительства придет время, когда на этих стройках надо просто жить, работать, не только их строить. И вот здесь мы с нашими компаниями договариваемся о чем? Мы на базе опорных университетов вместе с нашими коллегами из Министерства образования смотрим наличие или отсутствие профессий, которые нужны в последующем. И уже есть определенные результаты. Порядка новых 17 профессий открыто. Это 530 бюджетных мест. То есть бесплатно наша молодежь будет учиться. И тоже эта работа была проделана и по среднеспециальному образованию, и есть результаты по ее поводу. Что еще хотелось бы сказать? О чем мы пошли дальше? На примере компании Сибур. Они строят завод, но у них есть заводы другие в стране. И в этих опорных университетах они учат до третьего курса, забирают их в Томск или еще что-то. Они проходят практику уже на существующих заводах и возвращаются домой подготовленными специалистами. То есть уже другой уровень, другая зарплата и, соответственно, возможности себе заявить. Это в том числе вот такая работа сейчас ведется. И мы понимаем о том, что, и это часто нам задают вопрос о том, что нужно поддерживать среднеспециальное образование. И, к сожалению, они не самостоятельно, они сами не всегда справляются. Я могу доложить о том, что на подкомиссии, которую возглавит Юрий Петрович, мы неоднократно обсуждали и выделяли деньги на снабжение среднеспециального образования новыми современными станками, аппаратами, именно теми, которые используются сегодня на этих стройках, чтобы дети не переучивались. То есть учился условно на комбайне Енисей номер 7, пришел, а там Джандир стоит. И он опять заново что учился, что не учился. Это раз. И ту же самую работу мы организовали с точки зрения общения с нашей системой образования. И порядка 450 миллионов на следующий год выделено на материальное снабжение. Считаю тоже это очень важно. Но работы еще много впереди. План социального развития центров экономического роста, согласно которому регионы получают федеральные деньги. Сахалинская область тоже получает федеральные деньги. Они формально федеральные. По факту отчисления идут от наших же нефтегазовых проектов. И отчисления эти в последние годы только увеличивались. Нам обещали, что соответственно будут увеличиваться и ассигнования в региональный бюджет из федеральных денег. Однако в 2020 году только урезали на 10 миллиардов. По-моему было 15 миллиардов, стало 5 миллиардов. В связи с чем такое сокращение и будет ли это продолжаться и дальше? Либо мы все-таки будем получать то, что нам обещали? Смотрите. Первое. Вы назвали деньги от проекта Сахалин-2 условно-федеральными. Это такой вольный оборот и вольные отношения. Знаете, у нас страна не живет по принципу, что находится на территории, и то принадлежит территории. Так не бывает. Потому что в этом случае у нас сейчас уменьшается доля бюджета от добычи полезных ископаемых. Но все равно это 40 процентов, это довольно много. Если оставлять эту долю непосредственно в территориях, где их добывают, то у нас будет Ямало-Ненецкий округ, у нас будет Пермь, Башкирия, Тюмень, ну еще несколько территорий хорошо жить. Москва, потому что все равно это центр. А остальные, что будут делать, непонятно совершенно. Я назову вам простые цифры. Вот в рамках субсидий, которые выделяются на развитие социальной инфраструктуры, о которой вы упоминали, на все территории в среднем на одного человека приходится от 6 до 10 тысяч рублей в год. В целом, учитывая количество населения, это немаленькие цифры, это миллиарды. Но самая большая цифра у нас 10 с небольшим тысяч у Чукотки. Там действительно непросто людям жить. Но остальные цифры, вот я еще раз говорю, 6, 7, 8. Сейчас назову цифру Соколина. На одного человека приходится 73 тысячи. Это уже с учетом перераспределения. Еще добавить, сколько сделать, 100, 200, а остальные что будут делать? Это несправедливо. Никакого увеличения не будет. Спасибо. ГТРК Саха, Республика Саха, Якутия. У меня вот такой вопрос. Одно из главных событий для Якутии, ну и вообще в целом для Даннего Востока, я считаю, стала новость о поддержке президентом страны проекта по строительству моста через реку Лена. Вот и недавно он вошел в план строительства новых мостовых переходов до 2024 года. Является ли он приоритетным в нем и какой по списку? И вот как, ну уже как житель Якутии, который разделяет опасения сотен тысяч якутян, не будет ли повторения ситуации шестилетней давности? Когда по сути проект был одобрен, когда был проведен конкурс, когда победитель был определен и по сути дело осталось лишь за подписанием соглашения. Но внезапно проект сорвался из-за того, что Крымский мост нарисовался, который уже реализовали. И вот такой вот подвопрос. Поддержите ли вы, ну вот случай, если не дай бог такое случится, как бы, ну вот реализацию этого проекта? Будете ли вы его отстаивать? Первое, неправда ваша. Шесть лет назад действительно проект разрабатывался, но уж точно остановился не из-за Крымского моста. Я этот проект знаю не шесть лет назад, я его знаю еще, когда работал министром природных ресурсов и экологии. И сказать честно, на тот период я его не поддерживаю. И мне это иногда этим пеняют. Почему? Потому что финансирование предлагалось полностью за счет федерального бюджета, окупаемость моста, ну, собственно говоря, даже бессмысленно было рассуждать. Но сейчас ситуация существенно изменилась. Во-первых, около 30% планируется профинансировать за счет частных инвесторов по механизму концессии. Это существенно. Это существенно удешевляет проект и делает его значительно более эффективным. Ну и есть второе, уж если точнее, первое обстоятельство. Это решение принял президент Российской Федерации. Я работаю полномочным представителем президента, заместителем председателя правительства. Я обязан его решение выполнять и контролировать, чтобы это решение выполнялось в срок, вовремя и качественно. Ровно этим я буду заниматься. Можно я просто продолжу? Молодой человек с чего начал? Обращаясь с вопросом, он сказал о том, что было принято решение войти в план. Я хотел бы проинформировать всем. В действительности, такая правительственная комиссия состоялась на днях, и там были решения, важные для многих дальневосточников. Я просто приведу пример. Вы знаете о том, что через нас проходит транси, бам, и железная дорога не только соединяет, но и есть моментами, где разъединяет, и есть такие инфраструктуры, как виадуги, которые позволяют условно перемещаться с одной части на другую. Для нас это такой острый вопрос, потому что есть некоторые, которые уже, к сожалению, как в свободном, упал один недавно, есть некоторые, которые нужно содержать, а есть новые, которые нужно построить, потому что это невозможно стоять на железнодорожном переезде и ждать. Вот решение принято. В этой программе 40 виадугов будет построено на Дальнем Востоке. Это очень дорогостоящие объекты, и такое решение мы ждали давно. Что касается комплексного плана, о котором вам сказали, там принято решение мост в городе Благовещенске, который, к сожалению, также находится в аварийном состоянии. По Владивостоку принято решение о том, что с острова Русский на остров Елена будет также сделан мостовой переход. Это участок, там улица Казанская есть, тот, кто живет в Приморье, тот понимает. Очень важные решения приняты о переходе дорог из региональной собственности в федеральную, и это позволит сэкономить деньги на их содержание, направить на более важные моменты. А наш федеральный центр, Росавтодор, дополнительно выделит эти деньги. Это такие участки важные, это Чита, обход Читы в Забайкалье. Это Благовещенск, свободный трасса, в тот город, где строится завод. Это Южно-Сахалинск, АХ, очень важный объект, о котором часто говорят, эти решения приняты. И много важных моментов принято, связанных с мостами. К сожалению, на Дальнем Востоке все мостовые переходы, они были временного конструктива, 70-х, 60-х годов, в основном деревянные. И принято в том, что в этом комплексном плане эти мосты будут, скажем так, железобетонные, основательные и в последующем также будут строиться. Сейчас наша задача дождаться реализации вместе с Министерством транспорта, чтобы это было сделано вовремя и в срок. А как Юрий Петрович сказал, как полномочный представитель президента, он проконтролирует все выполненные ранее данные поручения президентам на территории Дальнего Востока. Когда проект одобрен, то средства выделяются под проект. Сейчас надо разработать проект и его собрать экономически. Вот то, что более 30% берет на себя консессионер, это пока намерение. Это должно быть подписанным соглашением. То есть сейчас собирать проект надо вместе с руководством республики. Как только он будет собран, он начнет финансироваться. Все. Валентина Дымченко, блогер «Забайкальский край». Вот уже и блогеры к вам пришли. Юрий Петрович, вопрос. Вопрос такой. Очень высокие энерготарифы у нас в «Забайкальском крае». Это никак не способствует введению бизнеса, естественно. Все предприниматели предпочитают вести свои дела в соседних регионах. И вопрос до Коли. Как нам с этим жить и как снизить тарифы в «Забайкальском крае» на электроэнергию? А вам кто сказал, что очень высокий энерготариф? Губернатор? Нет. Мы прочитали в интернете, мы же блогеры. Вот он мне попадется вечером. Губернатора. Неправда. У вас невысокий тариф. Очень высокие тарифы я знаю где. На Чукотке был до выравнивания безумный тариф. В республике Саха, Якутия, еще в ряда территорий. В «Забайкале» не очень высокий тариф. Когда мы предложили их территорию «Забайкаль» ввести в механизм выравнивания общий, то мне Александр Михайлович Осипов сказал, что нас туда не надо, потому что мы еще ниже. Но они просят немножко другое. Есть ряд территорий Российской Федерации, где еще ниже тариф. Я не уверен, что мы сейчас можем решить этот вопрос. Тариф выше, чем в других территориях у вас не будет, но снижать его еще по отношению к другим территориям тоже не совсем честно. Очень важный вопрос был проделение механизма выравнивания тарифов на будущий 2020 год. Мы его решили, закон в третьем чтении принят. Правда, пока еще на год, поэтому борьба продолжается. Вопрос про авиацию, про тарифы, про стоимость билетов. Вот что предпринимается, чтобы нам, жителям страны, было легче и дешевле добираться до Дальнего Востока, ну и, соответственно, жителям Дальнего Востока летать, отдыхать в Крым, а не в Китай, в Корею? Хороший вопрос. Он действительно всех волнует, тех, кто живет на Дальнем Востоке, тех, кто приезжает. И государство разработало несколько мер поддержки. Есть такое понятие «плоский тариф». Это когда аэрофлот берет на себя определенную цену билета, ее выдерживает и, соответственно, оказывает эту услугу. Но, к сожалению, не везде у нас есть территория, где может прилетать аэрофлот, и существует несколько форм поддержки. Есть такое понятие «магистральное». Это когда со столицы региона можно прилететь в Москву. И в данном случае здесь субсидируется категория граждан. Это наша молодежь, это наше старшее поколение, и в данном случае многодетные. Те, которым действительно съездить в семью куда-то, это получается накладно. Раньше эта норма распространялась с апреля по октябрь. С текущего года это все действует с 1 января по 31 декабря. Это очень важно, потому что больше времени, когда можно воспользоваться этой льготой. Было увеличено финансирование. И увеличено значительно, потому что порядка 8 миллиардов по сравнению с прошлым годом, который коррелился порядка 2,8, это большая разница. И мы ожидаем о том, что по этой мерой поддержки в этом году будет перевезено больше 1 миллиона 200 тысяч пассажиров с Дальнего Востока в столицу Москвы и обратно. В том числе получилось увеличить количество маршрутов, в том числе приходом новых двух территорий Забайкалия и Бурятия, которые вошли в Дальневосточный федеральный округ. Когда мы говорим об их интеграции к нам, мы говорим не о географии, а как раз о мерах поддержки, которые сегодня оказываются Дальневосточникам. И вот количество таких маршрутов было увеличено с 26 до 146 плюс 20 маршрутов, на которых путешествуют люди. Есть перевозка, когда можно с Якутска прилететь в Благовещенск, в Благовещенск, в Хабаровск. Это называется региональные авиаперевозки. В данном случае здесь субсидируется не категория граждан, а именно сам перелет. И нам было выделено порядка 1 миллиард 600 для того, чтобы осуществлять эти перевозки. И мы где-то ожидаем, что по концу года 200 тысяч человек будет перевезено. Я вам скажу, что состоялось решение уже следующего года. Нам выделено уже 1 миллиард 700, и мы ожидаем где-то порядка 240 тысяч перевезенных пассажиров. И самое главное, что здесь в течение года смогли добиться, что авиакомпаниям будет субсидироваться реальная стоимость провозной платы, потому что многие из них просто не хотели. Компания «Аврора», «Якутия», потому что размер компенсации не соответствует затратам. Этот вопрос был решен. Но у нас есть вопрос, который нам нужно обязательно решить. И сейчас с коллегами из Минтранса занимаемся о том, чтобы эти же денежные размеры средств, которые выделены в этом году, сохранились и в следующем году. И вчера прошло совещание у президента, этот вопрос был поставлен на особый контроль. И очень важно о том, чтобы количество маршрутов между регионами, которыми мы путешествуем по Дальнему Востоку, оно не уменьшалось. К сожалению, динамика идет на уменьшение. И Минтранс принял для себя решение, они взяли наш Дальний Восток как пилот. Сейчас до конца года они собирают всю маршрутную сеть с авиакомпаниями и хотят сделать защищенные маршруты, чтобы это не выглядело так, как это происходит сейчас. Каждый год все заявляются и это рассматривается. Чтобы это было базово, один раз и, как говорится, на долгий период времени. Потому что эта проблема, она не одного года, а десятилетий, потому что эти расстояния никуда не уйдут от нас. Это очень важно учитывать в этой работе. И вот то, что было сделано и будет делаться по этому поводу. Юрий Петрович, в Арктике ключевой, но одной из важных тем является шельф. А в этой теме одно из нововведений, предлагаемых, это работа госкомпании-координатора новых проектов. Можете ли вы уже, пожалуйста, пояснить, какими функциями будет наделена эта компания, будет ли она лицензия держателем и каким образом она может получать финансовые ресурсы? Ну и кроме того, какие предложения можно сделать иностранным компаниям, чтобы они в условиях санкций все-таки пришли на российский шельф? И может быть уже кто-то из иностранных компаний высказал такой интерес? Достаточно точные вопросы. Нет, компания не будет держателем лицензии. И это большое отличие. Держателем лицензии в этом случае будет консорциум с участием государственной компании и компанией-инвесторов. Это может быть консорциум из двух компаний, трех, по-разному, в зависимости от интереса к данному участку шельфа. Концепция законопроекта уже разработана, здесь коллеги присутствуют, которые ей активно занимаются. Ну, надо из этой концепции делать текст, а потом идти весь процесс согласования. То есть работа еще впереди не очень маленькая. Что касается того, придут ли они или не придут в условиях санкций, вы знаете, мне кажется, что здесь очень важным является открыть дверь. Вот рассуждения на тему того, придут или не придут, когда дверь закрыта, они бессмысленны совершенно. Если мы откроем дверь, а они не придут, то мы будем думать, что делать для того, чтобы пришли. Но пока дверь закрыта, бессмысленно говорить об этом. Ну, еще по поводу санкций. Вот здесь коллега напоминал нам о реализации проектов Сахалин-1, Сахалин-2. Они же работают. Никто не говорит, а у нас санкции, давайте мы выйдем сейчас. Ни у кого такого желания не возникает. Если мы будем развивать международное сотрудничество, в том числе в шельфовых проектах, я думаю, что и санкций будет поменьше. Экономика, она, в общем, диктует свои правила. Здравствуйте. Рудько Михаил, информационное агентство Камчатка. В 2020 году камчатские туроператоры запустят новые круизные маршруты по Северному морскому пути. Мой вопрос касательно того, как вы оцениваете перспективность освоения Северного морского пути как туристического направления? Вот мы вам представили цифры. 2094 проекта сегодня реализуется с государственной поддержкой на Дальнем Востоке. Я как-то уже признавался, что если бы мне пять лет назад задали вопрос, сколько этих проектов будет, я думаю, что я назвал бы цифру на порядок меньшую. То есть день проектов 300. Мы были в начале пути, сейчас мы понимаем, что этот путь все-таки получается. Мы точно всех не сделали счастливыми, но есть движение, есть тренды. То же самое по Арктике, только разница в том, что мы в самом начале пути. Я имею в виду в самом начале пути не то, что не делалось ничего раньше. Делалось и многое делалось в науке, в обороне, в других направлениях, в полезных ископаемых, в обосновании границ континентального шельфа. Но все-таки Арктика сейчас входит в новую эпоху развития. Почему? Потому что есть задача, поставленная президентом Российской Федерации по достижению 80 миллионов тонн, потому что эта задача требует круглогодичной навигации, постоянной проводки судов, а это создает условия и для транзитного использования, и для туристического, и для любого другого. Как Вы считаете, достаточно ли мер, которые сейчас принимаются на Дальнем Востоке, для уменьшения оттока населения с Дальнего Востока? Достаточно ли их? И будут ли еще какие-то меры приниматься? Для того, чтобы люди оставались на Дальнем Востоке, для того, чтобы люди приезжали на Дальний Восток, условия жизни должны быть не хуже, а еще лучше, лучше, чем в центральной территории России по всем показателям, таким как медицина, образование, состояние дорог, жилья и так далее. Это задача, которая стоит впереди. Она будет реализовываться в рамках новой программы развития Дальнего Востока. Мы о ней говорили. Она буквально несколько дней назад одобрена председателем правительства, и сейчас мы готовимся докладывать ее президенту, потому что эта программа будет принята указом президента Российской Федерации. В то же самое время я надеюсь, что определенный вклад в интерес к Дальнему Востоку внесет 2-процентная ипотека. Мы об этом не говорили, но давайте скажем простую вещь. Вот человек, который сейчас не только живет на Дальнем Востоке, а человек, который в центральной части России живет, но возможности приобрести жилье не имеет, он может совершенно спокойно получить один гектар и получить кредит под строительство дома на этом гектаре. Неплохая возможность, на мой взгляд. Мария Селезнева, меня зовут, снова Амурская область. У нас следующей весной по нашему новому мосту должен пойти грузовой транспорт, если не ошибаюсь. Вопрос, когда мост откроется, мост с Благовещенского в Хэйхэ откроется для туристов, известно ли уже, сколько будет плата за проезд по нему. Ну и в продолжении, если можно, есть ли планы по строительству железнодорожного моста из Благовещенского в Хэйхэ? Мы буквально неделю назад были на этом мосту и вместе со строителями проинспектировали, и можем сказать, что он достроен. Остались небольшие штрихи, и самое главное, оформление документов. Это тоже очень важный процесс. Саму дорогу, я напомню, это 13 километров подъездных путей, Виадуги, мы постараемся оформить в декабре, а вместе с китайской стороной договорились, что июнь где-то вот к этому времени надо закончить с документами с двух сторон, потому что это международное соглашение, и мы оформляем его в рамках законодательства с двух стран. Это очень сложно, и я напомню, этот проект в стране единичный, практики нет такой. То есть мы каждый раз проходим новые итерации. Параллельно мост согласован был, и мы начинали, когда его строить, только под грузовой поток, потому что река Амур нас, к сожалению, в данном случае не давала возможность обеспечить круглогодично друг другу поставлять товары, а мост позволит это делать. И следующий шаг, который мы сделали, мы подготовили ноту вместе с нашими коллегами с Министерства иностранных дел, отправили ее в Китай, и ждем согласования, это также требует международные нормы, для того, чтобы пройти согласование с возможностью перемещения легкового автотранспорта. Соответственно, на ваш вопрос, сколько это будет стоить, я сейчас ответить не могу, потому что когда мы готовили финансо-экономическое обоснование этого проекта, я напомню, он строится без бюджетных денег, а как обсуждали мост Якутии, этот мост 100% конституционный за кредитные деньги с отдачей в течение 15 лет за счет провозной платы, то в данном случае отсутствие нормы, позволяющей перемещаться легкового автотранспорта, это не учитывалось. Как только мы это согласуем, мы сразу, соответственно, будем предусматривать все эти вещи. Ну и ждем решений конечных, в том числе наши коллеги из китайской страны, из российской строят пункты пропуска, потому что мост надо сделать, но нужно еще обеспечить перемещение и создать условия для работы пограничных служб, таможенных служб и иных, это тоже большая работа, которая ведется нашими коллегами из Минтранса. Все мы восхищаемся уникальностью Курильских островов. Какие предпринимаются меры для развития Курил, дополнительные меры? Программа развития Курильских островов признана одной из самых эффективных в правительстве по исполнению. Это вот, можно Министерству по развитию Дальнего Востока за это сказать спасибо. Но только за счет бюджетных вложений ни одна территория не развивается и не может развиваться. Нам надо развивать инвестиции на Курильских островах, надо приглашать инвесторов и российских, и инвесторов из ближайших стран. Мы эту работу должны активизировать. Она пока немножко задерживалась. Причину, я думаю, вы тоже понимаете. Мы ждали, что интерес со стороны Японии как-то все-таки станет предметным. То есть действительно начнется экономическое сотрудничество и начнут реализовываться совместные проекты в сфере экономики. Не начинаю. Ну, значит, тогда нам надо просто засучивать рукава и активнее работать по привлечению инвесторов из других стран, инвесторов из Российской Федерации. Мы обязательно этим займемся. И я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и поблагодарить за то, что вы нашли время для встречи. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо.